Здравствуйте, меня зовут Владимир Мельников, я люблю заниматься автомобилями, разбираться в них, а также изучать технические процессы по эксплуатации автомобиля. И хочу рассмотреть данную сферу деятельности глазами студентов, чтобы когда у них возникли вопросы в своих учебных заведениях, они уже были готовы к контрольным зачетам и экзаменам. Устройство авто. Тема. Система освещения. Световая и звуковая сигнализация. Но прежде чем продолжить основную часть данного видео, как всегда, хотелось бы напомнить, что сегодняшнее видео является продолжением моего предыдущего видео, и поэтому, чтобы понять сегодняшнее видео, нужно посмотреть предыдущее видео. Плюс, еще лучше посмотреть целый плейлист на тему основы электротехники, чтобы больше и четче понять сегодняшнюю тему. Назначение и общее устройство. Система освещения предназначена для освещения пути исследования в темное время суток, для предупреждения других участников движения о предполагаемом или совершаемом маневре, а также подаче звукового сигнала. В зависимости от назначения и расположения на автомобиле, приборы могут разделяться на две группы. Приборы внешнего и внутреннего освещения. К первой группе относятся фары главного освещения, противотуманные фары и прожекторы или фаролампы, но, как правило, их можно встретить, скажем так, на спецтехнике. Устройство главных фар автомобиля. На автомобиле фары главного освещения могут иметь различные комбинации. Две круглые или прямоугольные фары. Или четыре круглых фары. На современных легковых автомобилях все более распространеннее начали получать так называемый блок фар. Фары грузового автомобиля состоят из корпуса, регулировочного кольца, оптического электрического разъема и декоративного кольца. Оптические элементы изготавливаются неразъемными и, в свою очередь, состоят из от отражателя и рассеивателя. Блок фары легкового автомобиля обычно имеет три секции. Это ближний и дальний свет, габариты и указатель поворота. Блок фары состоит из следующих основных частей. Первый корпус, второй электрических проводов, третий рассеиватель, четвертый электрические лампочки, пятый отражатель, шестой декоративная вставка, седьмой заглушка для лампы. На этом все, что я хотел вам рассказать сегодня. Да, информация была кратенькой, но содержала самую суть по сегодняшней теме. Надеюсь, я кому-то в этом смог помочь. Так что не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, не забывайте про колокольчик. Также обращайте внимание на подсказки, которые всплывают периодически в начале и день, в конце данного видео. Обращайте внимание на ссылки, которые я оставляю в описании под видео. На этом все. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!